В школах тебе скажут, что если ты решил заняться спортом, начал бегать, пробежки, и есть момент, когда начинаются физиологические изменения. Если ты бросил, то тебя отбрасывает, физическое состояние будет хуже, чем до того, как ты начинал тренироваться. То же самое худеть, начал сбрасывать вес. Есть верхний вес, первые 5-6 килограмм, это та вода, которая все время у тебя колеблется. И она никак не связана с общим самочувствием. Но когда ты доходишь до реальной жировой прослойки, там нужен физиологический, организм должен поменяться. И если человек это не переступает, то он набирает массу в 2 раза больше, чем до того, как начинал худеть. Хорошо, если использовать это как метафору, не метафору, но переложить это на тот пример, который я сказал, человек, который провел месяц или два в путешествии в другой стране, то есть он так или иначе меняется, перестраивается. Ну, психологически, да. Хотя, да, ну ты же не забываешь, он там ест другую пищу, пьет другую воду. Я в командировках провел 11 лет. Я знаю, что такое другая вода. На Донбассе она железисто-сернистая, в Крыму она карбонатная. Сейчас, физика, да, понятно. Я хочу другое, вот взять человека, который провел в путешествии в другой, ну, кардинально другой стране, да, например, там, европеец поехал в Индию, да. То есть там кардинально отличается менталитет, пресуппозиции и все такое. Человек, возвращаясь сюда, вот то, что ты назвал, шаг вперед, два назад, да, то есть если человек там не закрепился, вот как можно применить вот здесь это, да, то есть человек, возвращаясь из путешествия, да, он сделал шаг вперед, он раскрыл для себя некие рамки, да, но как минимум он увидел, что люди могут жить совершенно по-другому. Да, и в этом заключается то, чего я тебе, ну, вот ты этого не понял. Не понял. Вот я объясняю. Человек едет туда с пресуппозицией, что там, блядь, другие люди, другое условие жизни. Он заранее считает, что там все отличается, понимаешь? Ну, и? Вот, и поэтому с ним происходит вот эта вся хрень. Если человек едет, зная, что там такие же люди, у них точно такой же аппендикс, у них два глаза и пиписка между ног. Физиология, да, я с тобой согласен, но я разговаривал с несколькими людьми, которые путешествовали, ну, к примеру. Это у них, я же тебе говорю, у них жесткая карта мира, они уверены, что... Я тебе обратный пример хочу привести. Человек поехал в Штаты на месяц с пресуппозицией о том, что все люди одинаковые. Все люди одинаковые, у них одинаковое физиологическое строение, они все едят и, простите, ходят в туалет, да? Но человек, приехав туда, он был, я не знаю, он некоторое время пребывал в растерянности, потому что это абсолютно другие люди. Они абсолютно по-другому едят, они абсолютно другое едят, они абсолютно по-другому мыслят. У них абсолютно другие ценности, убеждения, пресуппозиции, и все вместе взято. Вот тебе обратный пример. Это совершенно другой человек, но это совершенно реальный случай. Ну, мы говорим на разных языках. Да. Я тоже это чувствую, но из-за этого мне есть недопонимание. Ты понимаешь, ну, он только, как это, ты путаешь причину со следствием. Он только потому увидел, что это другие люди, что он хотел это увидеть. И все. Это фокус внимания. Почему ты решил, что он хотел это увидеть? А иначе бы он не увидел. Мы так устроены. Мы не видим то, чего нет в нашей карте мира. И все. А с этим сложно спорить. Ну, я тебе могу предложить просто текст на арабском языке. Если ты не знаешь арабского языка, для тебя это будет абракадабра. Ты только можешь сделать один единственный вопрос. Я этого не понимаю. И все. Вот твой человек, который приехал в Штаты, он тебе привез один маленький, глупый, ненужный вывод никому. Я их не понимаю. Все остальное, это кружево вокруг. Понимаешь? Они другие. А месседж, который он реально привез, я не понимаю. Он свою карту Украины пытался натянуть на глобус мира. И все. Я не могу с тобой поспорить. Почему? Ну, потому что это так и есть. Ну, я с тобой полностью согласен. Я не знаю этого человека, но я ездил в командировки и со мной ездили, ну, я 11 лет провел в командировках. Это была всего лишь Украина. От западной до самой восточной. Немного России, пожалуйста. Брянская, Смоленская область. И со мной ездили взрослые, сформировавшиеся люди, инженеры, то есть в высшем образовании. И они меня поражали тем, что они, как, глядь, они другие. Кто так строит? Кто так живет? Кто так дышит? Я подумал, а не кажется тебе, что ты для них тоже странный? Мне, например, не было странно. Потому что я к этому возрасту, я уже много по пути. Я уже был на Кавказе. Я уже был в Карпатах. Я уже был, хрен знает где, за полярным кругом побывал. Ну, так и шел. У меня, ну, не знаю. Мне не казалось это удивительным. Люди живут так, как они могут сейчас здесь жить. Потому что брянские леса и болота подразумевают совсем другой образ жизни, чем крымские степи. Согласен. Сколько это все связано с той темой, которую мы подняли изначально? Ну, да, очень косвенно. Что человек склонен выдумывать много вещей сам по себе, исходя из собственной очень маленькой карты мира. И все. То есть, если у человека в голове вава, то вава это будет выскакивать тут и там. Мало того, помнишь мастерские тени и проекции? Да, человек будет в других видеть собственную злобу, собственную завистливость. То есть, если человек вдруг придет и скажет тебе, представляешь, а он так завидует, да он скотина. Он будет рассказывать только про себя. Потому что он видит только то, что сам может видеть. Согласен. У меня была знакомая, которая все время, у нее была такая присказка. А шарик-то круглый. Я все пытался понять, о чем месседж. Ну, типа, вот они меня, вот в этот раз они нас наебали. Но шарик-то круглый. Все типа вернется. Да. Я говорю, ну ты можешь... Как говорит мой дядя, земля имеет форму чемодана. Встретимся за углом. Да. Вот. И я однажды задал ей прямой вопрос. Ты на основании собственного опыта так рассуждаешь? Нет, что ты там... Там было такое жуткое сопротивление. Но прошло небольшое время, она мне пришла, ты представляешь, я подумала. И таки да. Это ж я, когда кому-то вредила, мне потом казалось, что мне все это возвращается. Потому что если бы этого не было в ее опыте, то и все остальное. Чужой опыт нам недоступен. Я не могу видеть твоими глазами. Смотри, мы сейчас... Ну, мое личное мнение. Мы ушли от той рамки, от той темы, которую задали изначально. Но затронули еще один интересный момент по поводу фокуса внимания. Если этого нет в твоем фокусе внимания, ты этого не увидишь, да? Да. Ну, если у тебя нет увеличительного стекла... Пример. Сейчас, сейчас. Фокус внимания, он более того, он подразумевает еще и какой-то набор фильтров, через которые ты это пропускаешь. Ну, те же пресуппозиции и убеждения, да? Ну, эмоциональные есть фильтры, есть физиологические фильтры. Обычный пример. Дальнозоркие и близорукие. У меня в детстве, меня водили в походы, супружеская пара. Он и она геологи, но у него охренезная дальнозоркость, у нее охуезная близорукость. Вот. И когда мы собирали образцы минералов, она шла на четвереньках, а он шел на цыпочках. Потому что ему так лучше видно, а ей так лучше видно. И они могли спорить часами о том, что находится между. Понимаешь? Я понимаю. То есть она не могла увидеть то, что видит он, а он не мог увидеть то, что видит она. Ну, давай возьмем это больше за метафору. Почему? Потому что я хочу задаться вопросом еще одним. Можно ли взять некое состояние, научиться брать это состояние, научиться вызывать в себе это состояние, в котором вот эти фокусы внимания отсутствуют? Нет. Как мне нравится. Нет. И в этом весь коломбиец. Нет. Почему? Ну, иначе бы никто бы не, как это, не заморачивался со всякими нирванами, просветлениями, дзенами. Я прошу прощения, там окно открыто? Закрыто. Закрыто? Да. А то окно открывали, а потом... Закрыто. Да, спасибо. Почему так категорично? Ну, окей, там заморачивались, не заморачивались, мне это ни о чем не говорит. Почему так категорично? Почему нельзя научиться брать некое состояние, условно назовем его, до какого-то там чистого восприятия? Ну, хорошо. Ну, например. Что тебе это даст? Опять же, например. Давай поставим просто цель, мысленный эксперимент. Что тебе даст чистое восприятие? Мысленный эксперимент. Видеть вещи не так, как мы привыкли их видеть через свои фильтры и там фокусы внимания. То есть, пример, ребенок. Ребенок, который еще не разговаривает, у которого нет еще языка описания, он просто воспринимает. Да. И что он имеет в результате? Ничего. То есть, если нет описания, это, простите, нафиг не нужно? Цель. Цель. Ну, войди в нирвану. Просто ляжь трупом и все. Человек, когда спит, у него нет фокуса восприятия. Вот и все. Зачем плодить ненужную сущность? Это может быть, ну, ты говоришь цель, это может быть как некое переходное состояние. То есть, если у меня есть фильтр, что все вокруг злые, да, или пресуппозиция, да, все люди злые. К примеру. Да? Есть такая штука дихотомия. Дихотомия. Нельзя предполагать чего-то, не предполагая его противоположности. То есть, соответственно, если ты считаешь, что если у человека есть пресуппозиция, что все люди злые, да, то он автоматически подразумевает, что все люди добрые? Нет. Или что? Нет. Дихотомия добра и зла. То есть, если человек пропагандирует, что доброта, это прежде всего, это буквально он пропагандирует, что он все время сталкивается со злом, со злобой. То есть, пропагандируя добро, мы пропагандируем зло. Хорошо. Презаленция.